Мошенники путем оказания психологического воздействия на людей побудили их раскрыть свои финансовые данные, перевести им деньги и взять кредит для последующего присвоения себе этих средств. При этом телефонные аферисты использовали классическую схему обмана – звонок от сотрудника банка и следственного комитета. Знания о том, как противостоять мошенникам, помогут в нужную минуту принять правильное решение. Уважаемые граждане Хасанского округа, хотелось бы вас предупредить о преступлениях, связанных с мошенническими действиями преступников, которые используют в своих деяниях интернет, телефоны. Когда вам звонят незнакомые вам лица с телефонов, возможно, зарегистрировав на банке или другие учреждения, государственных служб, при разговоре с ними, чтобы вы не сообщали свои персональные данные, не переводили денежные средства тем лицам, которые вас просят, не брали кредиты по просьбе неизвестных вам лиц, даже если они вам присылают фотографии с удостоверениями, на которых есть печати и подписи. Не переводите денежные средства незнакомым лицам, не передавайте деньги лицам, которые приезжают якобы за спасение ваших родственников. Если вам позвонили родственники и сказали, что они попали в беду, прежде чем перевести или отдать денежные средства, позвоните этим же родственникам и узнайте, в какую действительно они беду попали, прежде чем кому-то что-то отдавать и передавать. Сохраняйте свои персональные данные. Также, уважаемые граждане Хасанского округа, хотелось вас уверить, что сотрудники правопорядка, если у вас что-то происходит по счетам, никогда вам не будут звонить и вас просить совершить какие-то действия, кредитные или еще какие-то переводы. Если что-то будет выявлено в сфере незаконных переводов и так далее, вас пригласят в отдел для выяснения обстоятельств. Не переводите и не сообщайте информацию третьим лицам.